Доброе утро, ребята! Всем привет! Как тебе погода за окном, Серёжа? Ну, холодновато, зато как красиво! Снежинки падают с неба, кружат, а потом медленно опускаются на землю. Да, это правда. Снежинки лёг и нежные. Ой, даже не верится, что это кристаллики льда. Согласен, это очень красиво. Каркуша, поэтому предлагаю сегодня сделать новогоднее украшение. Снежинку. А что для этого нужно? Мы же не будем вырезать её из глубы льда. Конечно нет, Каркуша. Мы воспользуемся небольшим кусочком картона, ватным диском и палочками двух видов. У одних вот такое толстое основание. Смотрите, ребята. Да, я вижу. А у других? А у других его нет. Обычные стандартные ватные палочки. Понятно. Так. Ещё нам потребуется клей-пистолет. И какую снежинку мы будем делать? Ну, конечно, волшебно. Она никогда-никогда не растает, ребята. И у неё восемь, а не шесть лучиков, как у настоящей снежинки. О, её можно будет повесить дома на ёлку? Конечно, Каркуша. Вот, посмотри, я подготовился к сегодняшнему занятию и сделал две снежинки из ватных палочек. Видишь, какие красивые? Ой, очень красивые снежинки. Да, действительно. Но сегодня мне хочется сделать самую волшебную, самую большую и оригинальную. Да? Я, кстати, нарисовал её заранее. Видите, какой у меня эскиз, ребята, получился. Мне очень нравится. Тогда приступаем к работе. Приступаем. Сначала, ребята, сделаем основание нашей будущей ледяной красавицы. Для этого вырежем из картона круг по размеру, совпадающий с ватным диском. Вот так вот обводим диск. Так. Обвели. Что дальше? Дальше этот кружочек вырезаем. Пока ты вырезаешь, Серёжа, я напомню ребятам, что с ножницами нужно обращаться крайне осторожно. Верное замечание Каркуша. Ножницы очень острые, ребята. Итак, наш круг готов. Вот он. Теперь мы должны вклеить его внутрь ватного диска. Для этого мы разделим ватный диск на две части. Вот так вот. Так, интересно-интересно. Вот, видите, ребята, одна половинка, а рядом вторая. Да, я вижу. И теперь, ребята, получившимися половинками обклеиваем наш кружок из картона. Делаем это с помощью клея пистолета. Ребят, ну вы, конечно, помните, что клея пистолета очень горячей. Так что работайте с ним очень аккуратно. Приклеили одну половинку. И тут же вторую. Готово! А для чего мы это делаем? Видишь ли, Каркуша, сам ватный диск, он очень мягкий и может согнуться под тяжестью палочек. Тогда наша снежинка будет выглядеть некрасиво, а картонный круг поможет сохранить форму нашей поделки. Ну, хорошо. А теперь можно приступать к основной работе? Конечно! Начинаем приклеивать палочки, ребята. Для того, чтобы не запутаться, будем смотреть на нашу схему. Итак, первыми берем палочки, что потолще. Вот так. Схему держим перед собой. Угу. И две палочки мы располагаем друг напротив друга. Вот так вот. Другие вот так. Так. И теперь, Каркуша, подскажи, куда нужно положить еще палочки? Вон туда и сюда вот. Вот сюда вот, да? Да. Располагаем их друг напротив друга. Угу. И вот так. Ребята, после того, как вы выложили палочки, можно их приклеивать. Нам осталось приклеить еще восемь палочек. Располагаем их ближе к краю. Снежинки. Вот так. Видишь, Каркуша, я взял уже палочки те, что поменьше. Ну да, да, да. Тоже, ребята, сначала рекомендую выложить палочки, чтобы проверить, все ли ровно и красиво мы делаем. По схеме. Следующую палочку вот сюда. Да, Каркуша? Да, конечно. Ты мне помогай, подсказывай. Хорошо. Другую вот сюда. Сюда. И еще одну вон туда. Угу. И еще? Еще две осталось. Все по схеме, Каркуша. И вот сюда. Ну, а теперь надо приклеивать, да? Берем клей к пистолету, продолжаем работу. Сережа, снежинки – это чудо природы. Ох, а интересно, а как они образуются, а? Многие полагают, что снежинки – это крошечные замерзшие капельки воды. Однако это не так. Ученые доказали, что формируются снежинки из пара, которые постоянно содержатся в воздухе. Пар поднимается высоко в небо, где очень холодно. Там он и превращается в микроскопические динки. Вместе с водяным паром воздух также устремляются и частицы пыли. Вокруг них чаще всего и образуются кристаллические узоры. А у меня, ребята, все готово. Осталось только привязать небольшую нитку к одной из палочек. И можно вешать нашу снежинку Каркуша на елку. Сережа, только покрепче привяжи ниточку, чтобы снежинка не улетела. Хорошо, Каркуша, завяжу три узелка. Так. Раз. Два. И три. Три. Лишний хвостик отрезаем. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Давай. Та-дам! Сережа, ну просто шикарно! Пойдем скорее наряжать елку. Пойдем, Каркуша. Ну а с вами, ребята, нам пора прощаться. Смотрите нас на канале Карусель. И мастерите в свое удовольствие на радость родителям. А мы с Сережей приготовим для вас еще много всего интересного. Пока-пока! Кар-кар-кар! Все, пойдем, Каркуша, пошли наряжать. Пойдем, Каркуша, пошли наряжать. Ага.